Приветствую тебя, мой случайный зритель. Прямо сейчас я расскажу все, ну или почти все, о новом динамичном шутере Battle Teams 2. Чем он отличается от других и какие у него недостатки на данный момент. Начну с хорошего. Игра перешла в стадию ОБТ, а это для фри-ту-плей онлайн-шутеров все равно что релиз. Игра бесплатная и не особо требовательна к вашему железу. Просто переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии, жмите на вкладку скачать, затем кликайте по кнопке скачать игру, чтобы загрузить установщик. Ну а дальше вы знаете что делать. Я отыграл на всех этапах ЗБТ и определенное мнение о проекте у меня уже сложилось. Скажу сразу, что игра чем-то все же цепляет, несмотря на ряд моментов, которые явно требуют доработок или переработок. Для тех, кто не в курсе, Battle Teams это динамичный шутер от первого лица в мире постапокалиптичного будущего, вобравший в себя массу самых удачных механик из множества других знакомых всем проектов. Куча режимов, горы, скинов и прочей прелести, к которым игроки уже привыкли. На мой взгляд, основной фишкой игры является отсутствие классовой системы и возможность брать в сражение два основных оружия. Да, многим это на первый взгляд кажется непривычным. Но убери эту механику и получится обычный шутанг, как сотни других давно наскучивших игр. Короче, два основных оружия это круто. Больше вопросов у меня к локациям не все, но большинство из них не готовы к такому повороту событий. Когда каждый игрок может достать снайперку и стоять в лупе, но об этом позже. Также к плюсам проекта можно отнести отсутствие pay to win. Все приобретаемое за донат лишь визуал. Конечно, есть всякие мелочи, ко всему можно придраться, например, к слегка отличающимся прицелам у пушек, которые сложно раздобыть без финансовых вложений. Но это уже скорее из серии оправданий отсутствующего скилла. Типа, вот он меня перестрелял только потому, что у него прицел лучше, гребаный донатер. Еще из хорошего. На самом старте ОБТ доступно множество режимов на любой вкус. Командный бой, подрыв, зомби-режим, уничтожение, зверобой, королевская битва, рейтинговые матчи, а также масса внутриигровых активностей с несложными заданиями, за выполнение которых можно получать всякие вкусности. В общем, есть чем заняться. Насчет интерфейса я уже говорил в первом обзоре, и повторю, что он максимально интуитивен. Разобраться, что, где и почему, проще простого. Интерфейс не перегружен, все находится на привычных местах. Короче, мне нравится, что не нужно долго зазубривать, где и какая вкладка, и для чего она. Надеюсь, разработчики будут придерживаться этого стиля и в дальнейшем. Что касается оружия, его в игре больше, чем достаточно. Учитывая, что внутри каждого вида пушек все сбалансировано. Будь то штурмовые, винтовки, пулеметы или дробовики. То есть нет конкретно слабого или слишком сильного оружия. Естественно, есть фавориты, но тут скорее дело привычки или выбранного стиля игры. С любым из представленных в игре стволов можно показать хорошую игру. Режим стрельбы аркадный. Если точно прицелился, значит попал. Нет никакой баллистики, просто наводись и стреляй. Отдача у автоматического оружия тоже легко контролируется. Так что во время боя происходит тотальное веселье без лишних заморочек с определением скорости ветра и упреждением. Более того, оружие можно прокачивать и кастомизировать, тем самым настраивая его под себя и делая игру с ним еще более комфортной. Графика в игре, к сожалению, не на самом высоком уровне. Хотя, кто на это будет обращать внимание в полусражении? Главное, хорошая читаемость персонажей. А с этим тут все в порядке. Далее чуть углубимся в, так сказать, игровые моменты. Вроде все хорошо, все прекрасно, но, как я уже говорил, большинство карт не очень приспособлены, на мой взгляд, для бойцов с двумя основными оружиями. Геймблей порой весьма своеобразный. Это не касается карт в режиме подрыв, там другие недостатки. Возьмем всем знакомый командный бой и уничтожение. Уничтожение это тот же командный бой, только без возрождения после смерти в течение раунда. Респауны простреливаются через всю карту, что просто невероятно манит некоторых игроков стрелять прямо с точки возрождения, либо ныкаться в углах карты. Кстати, в игре есть отдельный снайперский режим, по крайней мере он был на ЗБТ. Не понимаю, зачем он нужен, если этот режим по дефолту присутствует на всех картах. Несмотря на это, любители автоматического оружия и мастера стрельбы по головам тоже чувствуют себя неплохо. Главное понять, как устроены карты, запомнить дефолтные позиции и тайминги, использовать дымовые гранаты, укрытия и динамичный геймплей вам обеспечен. На картах в режиме подрыв нет очевидного доминирования снайперов и геймплей достаточно быстрый, что не может не радовать. Но есть другие проблемы. Например, играя за защиту, нет индикации, какой план заминирован. Иногда, находясь между точками, сложно определить, где именно установили бомбу, но я надеюсь, это вскоре пофиксят. Также на некоторых картах команда атаки быстрее добегает до планта, и это не совсем хорошо. Кроме того, в обычных, не рейтинговых матчах пока нет смены сторон, и приходится все раунды отыгрывать за одну сторону. Насчет рейтинговых матчей порассуждать пока не могу, так как во время раннего доступа к ОБТ режим не активен. Скорее всего, позже я запишу отдельное видео об этом режиме, когда сам как следует его прощупаю. Скажу только, что рейтинги проводятся в двух режимах – подрыв и командный бой. Для каждого режима свой отдельный рейтинг. В игре есть еще несколько интересных режимов, которые точно найдут своих подчитателей. Это нажива, зверобой и заражение. Что касается заражения, наверное, вы уже догадались, что это некий зомби-режим, и вы абсолютно правы. Долго распинаться не стану, скажу лишь, что не мне, но многим моим знакомым очень понравился этот режим. В целом он выглядит атмосферно, и было бы хуже, если бы этот режим отсутствовал. Поскольку лично меня режим не зацепил, играл я в него редко. Больше внимания хочу уделить двум другим режимам, которые очень похожи друг на друга, по стилю и геймплею, но все же они разные. Режим нажива – это классическая королевская битва. Вас выбрасывают с самолета на огромную карту командами по пять игроков. При себе оружие только дополнительное – пистолет и нож. Ну и специальные навыки, которые предлагается выбрать перед матчем. Все как обычно – вы лутаетесь, копите ресурсы и деньги, выживаете и держитесь внутри сужающейся зоны, пока не останется последний выживший игрок или команда. Режим на ЗБТ был слегка сыроват, но в целом, несмотря на мелкие недочеты, с быстрым интернетом и хорошим железом игралось нормально. Если режим доведут до ума, то он точно удостоится отдельного обзора. А вот режим Зверобой мне понравился немножечко больше. Несмотря на ту же сыроватость и проблемы с оптимизацией, режим очень фановый, но не каждому игроку понятный с первых минут игры. Дело в том, что персонажи в этом режиме с огромными головами мультяшных зверушек. Вас также высаживают с самолета на большую карту с постепенно сужающейся зоной, но при этом с самого старта вам доступно ваше оружие из ранее выбранного пресета и специальный навык, который выбирается перед матчем. Также можно лутаться, искать аптечки, броню, ресурсы и емкости со специальным чем-то непонятным, чтобы заряжать свое зверинное умение. При ликвидации вашего персонажа вы не ползаете на четвереньках, как это обычно бывает на королевских битвах, а вновь катапультируетесь на карту, либо превращаетесь в маленького зверька, который с воплями о помощи носится по карте, как угорелый, пока не истечет время и он вновь не превратится в персонажа с большой головой и с оружием в руках. В финальном этапе тоже можно превратиться в супер босса. Это тот же зверек, но уже больших размеров, с огромным запасом хп, с оружием ближнего боя в руках и способностью кидать взрывчатку, сопровождая это действие забавными комментариями. За игру в этом режиме начисляется специальная валюта, накопив которую можно купить новые скины зверушек. Конечно же и этот режим требует отдельного ролика с подробным разбором всех фишек, достоинств и недостатков. Я считаю, что режим зверобой получился чуть динамичнее и веселее, чем обычная королевская битва. Попробуйте обязательно. Ну, вроде получилось достаточно емко, без лишней воды, высказать общее впечатление и рассказать об основных особенностях этого проекта, который вряд ли является, как любят говорить, убийцей какого-либо другого проекта, но точно может стать достойной альтернативой любому аналогичному шутеру. Напомню, что ссылочка на скачивание игры есть в описании и в закрепленном комментарии. Устанавливайте, играйте. Возвращайтесь и оставляйте комментарии под этим видео. Понравилась ли вам игра, какие недостатки и достоинства увидели вы. Ну и конечно подписывайтесь, жмите лайк, если считаете, что видео достойно лайка. Увидимся в игре. Пока. Отличная работа. Субтитры сделал DimaTorzok